На днях из тюрьмы в Китае освободили активиста Ван Сяунина. Ван провёл 10 лет в заключении после того, как американская интернет-компания Yahoo выдала китайским властям содержание его электронных писем. Супруга Вана рассказала, что его выпустили рано утром из здания муниципальной тюрьмы номер два в Пекине. «Конечно, он очень рад вернуться домой. Мы приехали около четырёх утра и с тех пор не спали. Всё время разговаривали о том, что ему пришлось пережить в тюрьме». Впрочем, за Ваном по-прежнему следит полиция, дежурит возле его квартиры. Как сообщила супруга диссидента, Вану предупредили, чтобы он не общался со СМИ. В сентябре 2002 года Ван Сяунина отправили в тюрьму за распространение статей с анализом и критикой в адрес руководства китайской компартии. Он распространял их через свой электронный почтовый ящик на Yahoo и при помощи сервиса Yahoo Groups. В 2007 году компания Yahoo публично принесла свои извинения после того, как на неё был подан судебный иск с обвинением в помощи китайским властям в репрессиях диссидентов. «Конечно же, я не удовлетворена, потому что мы с самого начала были невиновны. Мы просто говорили правду. Разве не так? Мы высказывались во благо страны. По-моему, было абсолютно безосновательно обвинять Вана в подрыве государственной власти. Это просто вздор. Я с этим никогда не соглашусь». Критика в адрес Yahoo за сотрудничество с властями КНР в преследовании Вана и других диссидентов звучало и со стороны американского Конгресса. Представители компании, в свою очередь, заявили, что не знали, что выданная информация будет использоваться для арестов инакомыслящих. Гонконгский профессор Джозеф Чен говорит, что дело Вана – хороший пример того, в каком ключе китайские власти рассматривают возможности интернета. «Его дело является показательным, поскольку отражает попытки китайских властей контролировать интернет, используя модернизацию в полной мере. Так что, с одной стороны, власти КНР понимают, что интернет и зарубежные IT-компании им необходимы для контроля, а с другой – хотят сократить до минимума влияние интернета на внутреннюю политическую ситуацию. В особенности их не устраивают возможности, которые интернет предоставляет диссидентам». И хотя обвинительный вердикт Вану был вынесен 10 лет назад, профессор Чен считает, что работающие на китайском рынке зарубежные компании, такие как Yahoo, по-прежнему подвергаются влиянию со стороны китайских властей.